МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в гостях у программы Романтика-романса. Катя, вы знаете, я раньше думал, что у всех прекрасней человек поющий. Замечательно, и что? А теперь я понял, что танцующий человек не менее прекрасен. А как вы думаете? Вообще-то я думаю, что прекрасен всякий человек, но танцевать я тоже очень люблю. Катя, а какой танец вам нравится больше всего? Ну, наверное, вальс. Именно, Катя, вальс. Какой же удивительный танец. Вы заметили, что вальсы писали почти все уважающие себя композиторы? Конечно, а у некоторых из них вальс становился визитной карточкой. И я говорю не только о Штраусе. Стоит вспомнить хотя бы о Хачатуряне, как в памяти сразу зазвучит вальс из Маскарада. А я всегда вспоминаю вальс из фильма «Доживем до понедельника» Кирилла Молчанова. А давайте послушаем его прямо сейчас. Давайте. На сцене Центральный пограничный ансамбль ФСБ России дирижер, заслуженный артист России Андрей Копралов. Катя, вы не будете возражать, если я приглашу вас на танец. С удовольствием. С удовольствием. Катя, благодарю вас за это, Таня. А я вас, Евгений. Наши зрители уверен поняли, что сегодняшняя встреча посвящена замечательному композитору Кириллу Молчанову. И не случайно мы начали с вальса, хотя первоначальную известность ему принесли другие песни. Песни солдатские, песни фронтовые. В 1941 году Молчанову исполнилось 19 лет. Он прошел солдатам всю войну. Война навсегда осталась в его сердце. И в песнях. Мы приглашаем на сцену ведущего солиста театра «Геликон опера» встречайте Дмитрий Скориков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот солдаты идут По степи опаленной Тихо песню поют Про березки да клёны Про задумчивый сад И плакучую ниву Про родные леса, Про родные леса Да широкую ниву Вот солдаты идут Песня звонче несется И про грозный редук В этой песне поется Про отвагу твою И про смерть ради жизни И про верность свою И про верность свою Нашей славной отчизне Вот солдаты идут С стороной незнакомой Всех врагов разобьют И вернуться до дому Где задумчивый сад И плакучая нива Где родные леса Где родные леса Да широкая нива И милы Где родные леса И плакучая нива Где родные леса Где родные леса Водные леса, да широкая нина, Как сон годы. Между прочим, Кирилл Владимирович Молчанов известен не только своей музыкой, но и своими детьми. Его сын, известный журналист и телеведущий Владимир Молчанов сегодня в гостях у нашей программы. И мы рады пригласить его на нашу сцену. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Кириллович. Военная тема. Ею пронизано, пожалуй, все творчество вашего отца. А что вам ваш отец рассказывал о войне? Вы знаете, вот сейчас прозвучала песня «Солдаты идут». Я появился именно под эту песню на свет в роддоме имени Грауэрмана в Москве. Мама рассказывала. Может быть, это семейная легенда, но легенда красивая. Отец, так же, как и его ближайшие друзья, Станислав Ростоцкий, Андрей Акельевич Шпай, Леонид Афанасьев. То есть те люди, которые прошли войну, они не любили рассказывать о войне ни в коем случае. Они это делали только когда или давали интервью, или вот как я снимал Станислава Иосифовича Ростоцкого. И тогда он рассказал мне, как его переехал танк. Это был ближайший друг моего отца. И папа написал музыку ко всем его фильмам. Это было у них внутри. Когда папа умер, вышло второе издание моей книги «Возмездие должно свершиться». Я занимался семь лет розыском нацистских преступников. И там было посвящение памяти моего отца, композитора Кирилла Молчанова, чьего творчество было посвящено антифашистской теме. Ваш отец был очень разносторонним человеком и написал много музыки. Написал несколько опер, балеты, вокальные циклы, песни. А какой жанр ему был самому ближе? Я думаю, что больше всего он любил музыкальный театр, оперу. Но, конечно, самыми известными стали его песни, его романсы, его музыка к фильмам. А вы могли бы назвать вашу любимую песню отца? Много. Ну, во-первых, вот вы открыли «Вечер вальсом» из «Доживем до понедельника». Эта музыка посвящена мне. Я в тот год закончил школу. Потом папа посвятил мне песню на стихи Эдуарда Асадова. Был такой знаменитый поэт слепой. Он не видел. Мне было 17 лет, и меня бросила девушка. И папа посвятил мне песню «Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести». Это стихи Асадова. Много любимых песен. А вот известное стихотворение во всем мире Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». Это стихотворение стало символом Великой Отечественной войны. И Симонов обращается к конкретной женщине, к Валентине Серовой. Но для большинства солдат стихотворение стало личным письмом своим любимым. А в опере ее поет женщина. Леночка Образцова пела премьеру. И я думаю, что, я даже не думаю, я точно знаю, что папа сделал это ради своего друга Станислава Ростоцкого. Потому что после того, как танк переехал Ростоцкого, и он пролежал 20 часов в болоте, его вынесла женщина, медсестра, которую звали Аня Чугунова. И она его спасла, если бы не она, Ростоцкий бы там и погиб. И когда шла премьера «Зори здесь тихий», Аня Чугунова была уже слепой. Она страдала, умирала от рака, и ее привели в кинотеатр, где это происходило. Кинотеатр «Космос» там была, премьера в Москве. И она слушала фильм. И папа сидел рядом, Ростоцкий, а я сидел сзади. И видно было, что у нее текут слезы. Она не видела ничего, но у нее текут слезы. И после этого папа начал писать оперу и сделал роман с Женькой Камельковой для «Голоса женщины». Ну что ж, Владимир Кириллович, я предлагаю сейчас послушать роман с Женей Камельковой из оперы «Азори здесь тихий», который исполнит солистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Ольга Варвус. Жди меня, и я вернусь. Жди, когда наводят грусть Желтые дожди. Жди, когда снегами метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино. Напоминь души, Жди и с ними со дно Выпьют неспеиши. Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло Кто не ждал меня, тот пусть Скажет повезло Не понять, не ждавшим им Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня Как я выжил путем сна Только мы с тобой Просто ты умела ждать Как никто другой Угу Угу Кстати об опере Знатоки утверждают, что оперы Кирилла Молчанова драгоценны для нас не симфонизмом, а мелодизмом Кирилл Владимирович был настоящим мастером мелодии Он умел задеть за живое, умел растрогать Очевидцы вспоминают, что зрители в Большом театре на опере «Азоре здесь тихий» не могли удержать слез А Молчанов как большой мастер прекрасно владел и грустным и веселым И сейчас мы с вами услышим одну из шуточных послевоенных песен маэстро Поет Ангелина Сергеева Он живет в квартире старой у Петровского бульвара А любовь его живет у Кропоткинских ворот Каждый день герой нас жаром провожать ее идет От Петровского бульвара до Кропоткинских ворот Но блаженство час короток, вот уже ее ворота И расстаться им пора до грядущего утра Но она, вздыхая яростью, обратный путь идет До Петровского бульвара от Кропоткинских ворот Расставание – это пытка, вот уже его калитка Но ведь должен наш герой проводить ее домой И взволнованная пара совершает поворот От Петровского бульвара до Кропоткинских ворот Третий час уж спит столица, лишь ему и ей не спится И она его опять начинает провожать И опять дорожкой старой пара медленно идет До Петровского бульвара от Кропоткинских ворот Так и бродит эта пара от Петровского бульвара До Кропоткинских ворот, а потом наоборот Так и бродит эта пара от Петровского бульвара До Кропоткинских ворот, а потом наоборот Конечно же, Кирилл Молчанов был человеком театра Опера, балет — это его мир Но не в меньшей мере он был человеком кино И именно музыка кинофильмам принесла ему широкую известность В 50-е и 60-е годы композитор был частым гостем на съемочных площадках страны И случалось так, что фильмы по прошествии времени забывались, а песни из них продолжали жить И сейчас прозвучит одна из таких песен Поют солисты Московского театра «Опереты» Павел Иванов и Иван Викулов АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Для меня ты, для меня ты всех родней и дороже Прохожу я по асфальту твоих площадей Здравствуй, город, здравствуй, город знакомых прохожих Здравствуй, город самых близких на свете людей С этим парнем, с этим парнем подружились мы где-то Где не помню, только помню, как звонка он пел Да, девчонка, да, девчонка мне синилось все лето Стой, девчонка, познакомиться я не посмел Все хожу я, все хожу я, не могу остановиться Говорю я, говорю о своем породном Всем прохожим, всем прохожим хочу поклониться Будто с каждым, будто с каждым я с детства знаком Для меня ты, для меня ты, для меня ты, для меня Для меня ты всех родней и дороже Прохожу я по асфальту твоих площадей Здравствуй, город, здравствуй, город знакомых прохожих Здравствуй, город самых близких на свете людей Здравствуй, город, здравствуй, город знакомых прохожих Владислав работал со многими режиссерами Но настоящая дружба связывала его со Станиславом Ростоцким Их союз часто гарантировал успех фильму А актеры признавались, что не могут себе представить музыку другого композитора В 1962 году фильм Ростоцкого «На семи ветрах» собрал огромную аудиторию зрителей Более 26 миллионов И сейчас песню из этого фильма исполнит лауреат международных конкурсов Владислав Косарев Сердце молчит снежной ночи В поиск опасный уходит разведка С песней в пути легче идти Только разведка в пути не поет Ты уж прости Где-то сквозь снег Песни и смех Здесь лишь гудит Новогодняя вьюга В дальнем краю Тех, кто в бою Вспомни и тихо пропой про себя Песню свою Песня В дальнем краю Тех, кто в бою Вспомни и тихо пропой про себя Песню свою Песню свою АПЛОДИСМЕНТ 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 Всенародная любовь пришла к Кириллу Молчанову Как это обычно и бывает негаданно нежданно Ростоцкий обратился к Молчанову и поэту Николаю Доризо с предложением написать песни для нового фильма Дело было в Пенькове Песни были написаны, спеты, фильм смонтирован И тут Доризо неожиданно вспомнил, что у него есть стихотворение, которое идеально подошло бы именно для этого фильма И он побежал к Молчанову Тот сперва смутился, ведь фильм закончен и буквально на следующий день его должны были показать руководству А сам вдруг подошел к роялю и стал наигрывать мелодию, пропевая строчки из стихов На следующий день композитор и поэт стояли перед режиссером и уговаривали его просто послушать песню А когда Молчанов запел, уже со второго куплета ему стали подпевать все вокруг На следующий день песню пела уже вся студия Ее вопреки всему решили включить фильм и на следующий день после премьеры ее запела вся страна И мы попросили спеть эту песню артистку, которая уже стоит на этой сцене и ждет только минуты, чтобы я объявил Поет заслуженная артистка России Екатерина Гусева АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Огней так много золотых АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ох, рано он завел семью Вечальная история Я от себя любовь даю А от него, тем более, я от себя любовь даю. А от него, тем более, я от него бежать хочу. Лишь только он покажется, а вдруг все то, о чем молчу, само собой ускажется. Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Спасибо. Спасибо. Так случилось, что песни из фильма «Дело было в Пенькове» стали народными. И это высшее признание для композитора. Я вновь приглашаю на сцену Владислава Косарева, которому придется посостязаться с самим Вячеславом Тихоновым. От людей на деревне не спрятаться, Нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься В стороне от придирчивых глаз. Не сойтись, разойтись, не сосвататься В стороне от придирчивых глаз. Ночью в рощах такая кустика, Уж такая у нас тишина. Скажешь слово, любимая кустика, Речь твоя всей округе слышна. Но не бойся, тебя не обидим мы, Не пугайся, земляк-земляка. Здесь держать можно двери открытыми, Что надежней любого замка. За полями, садами, за пасеком, Не уйти от придирчивых глаз. Тем, кто держит свой камень за пазухой, Ох, и трудно в деревне у нас. Тем, кто держит свой камень за пазухой, Ох, и трудно в деревне у нас. Катя, мне кажется, это очень обидно. А что обидно? Ну, вот такая песня, она стала народной, А об авторе никто и не вспомнит. Плохое забывается, а хорошее остается. Вы уверены? Да, так поется в одной из суперпопулярных Песен Молчанова того времени. Кстати, эта песня Молчанова тоже не забыта. И сейчас нам ее споет прекрасная Ангелина Сергеева. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебе писать не стану, Говорить с тобой не буду, Погрущу и перестану, А потом совсем забуду. За неделями недели Пронесутся через годы И пушистые метели, И пушистые метели Запорожье 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 Целет Мой гордый АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тебе писать не стану, АПЛОДИСМЕНТЫ Говорить с тобой не буду, Погрущу и перестану, Погрущу и перестану, Но тебя я не забуду. Хорошо, когда у режиссера есть любимый композитор. А у композитора любимый режиссер. Эльдар Рязанов и Андрей Петров. Михаил Калик и Микаэл Толивердиев. Станислав Ростоцкий и Кирилл Молчанов. И тогда получаются любимые фильмы и любимые песни. Мы приглашаем на сцену Павла Иванова, чтобы он исполнил песню из любимого фильма «Доживем до понедельника». В этой роще березовой Вдалеке от страданий и бед Где колеблется розовый Не мигающий утренний свет Где прозрачной лавиною Льются листья с высоких ветвей Вспомнили, Бога, песню пустынную Вспомнили, Бога, песню пустынную Песню жизни моей Но ведь в жизни солдаты мы И уже на пределах ума Сограгаются тамы Белый в пихре взлетая дома Как безумные пельницы Вашут войны крылами вокруг Где ж ты И волколеца Что ты смогла, мой друг За великими реками Встанет солнце И в утреннем клет С опаленными веками Прибануя убитых к земле К ритмом бешеным поранам Вместо рожа замолчит пулей бьет И тогда в моем сердце Разорван Голос твой запоем Где прозрачной лавиною Льются листья С высоких ветвей Вспомнили, Бога, песню пустынную Песню жизни моей Песню жизни моей Песню жизни моей Голос твой Кирилл Владимирович Молчанов Он успел услышать свою музыку, звучащую со сцены академических театров, с экранов кинотеатров, с грамм пластинок Одно время он возглавлял союз советских композиторов А в 50 лет он неожиданно получил назначение на должность директора Большого театра Представляете, это была первая служба в жизни и сразу в Большом театре Но чины и звания не были его целью, он служил музыке И песня была для него такой же большой формой, как Большой театр, опера и балет Кирилл Владимирович Молчанов жил как художник и ушел как художник Он скончался в директорской ложе Большого театра во время первого акта своего балета «Макбет» И хотя звание народного артиста ему так и не было присвоено, всенародная любовь у него была И песни – главное тому доказательство На сцене трио Павел Иванов, Иван Викулов и Владислав Косарев АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давай Ну, давай Решено Субтитры создавал DimaTorzok Ну и как не сметь нам по, по, по такому случаю Между нами решено, решено Проживем лет вместе мы, пусть проходят годы, но Но, 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 но Пусть проходят годы, но Но повсюду вместе мы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо всем! Я очень верю в то, что эти песни, которые звучат в программе «Романтика романса», эти романсы, они будут звучать всегда, потому что это очень красиво. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, о романсе. А как ваш отец относился к романсу? Ведь в прошлом веке это были не самые популярные гости на телеэкранах и вообще? У нас дома это было самое популярное, потому что мы жили на улице Москвина в 100 метрах от филиала Московского художественного театра. Папа писал музыку почти ко всем спектаклям «Мхата» и после спектакля, они заканчивались тогда позже, потому что начинались с полу восьмого, артисты Михаил Михайлович Яншин, Грибов, Станицын очень часто заходили, бабушка готовила закуску, вот, ну и немножко выпить. Вот, и после второй или третий папа садился за рояль, Михаил Михайлович Яншин иногда брал гитару, и они начинали петь романсы. И очень часто дома у нас были Рада и Николай Волшининов, и романсы все время звучали. Это был самый любимый жанр. Могу я поблагодарить оркестр и маэстро? Спасибо, Андрей. Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Спасибо. Заслуженный артист России Андрей Каправов. А сейчас послушаем роман с Кириллом Молчановым, который стал очень популярен после выхода в прокат фильма «К кому залетел певчий Кеннер». На сцене Иван Викулов. АПЛОДИСМЕНТЫ Улетели, улетели. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ В этом кто-то виноват Что с деревьев листья улетели Что с деревьев листья улетели Что с деревьев листья улетели Подошел к концу Вечера заканчиваются, а музыка остается И программа «Романтика романса» не прощается с вами До новой встречи, до следующей субботы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok